категорически себя приветствую ты находишься на территории канала фантома шоу и сегодня хочу привести себе старый пример старый как мир который состоит из 100 человек на всей планете то есть если мы возьмем всю планету и круглим ее до 100 человек что в этом случае будет в этом случае 57 из них были бы жителями азии 21 европы 14 америке имея в виду всю америку и южную и северную и так далее и всего лишь 8 из африки 52 человека были бы женщинами и 48 мужчинами 30 из них были бы белые 70 не белые 30 христиан 70 не христиан 89 гетеросексуалы и 11 гомосексуалы 6 человек обладали бы 59 процентов всех богатств в мире и все эти шестеро были бы американцами из сша 80 человек жили бы в бедности из 170 не умели бы читать 50 голодали бы или недоедали бы один умирал бы в данный момент и один рождался бы в данный момент один из ста имел бы компьютер и один из ста имел бы высшее образование теперь еще соображайте если вы можете отправиться молиться там где вы молитесь без боязни того что вас и забьют или убьют то вы один из счастливых среди трех миллиардов людей которые этого счастья не имеют если у вас есть холодильник хоть с какой-то едой если у вас есть хоть какая-то одежда крыша над головой и где спать то вы богаче 75 процентов всего населения земли если у тебя есть хоть какой-то счет в банке хоть какие-то деньги в кошельке или какие-то монетки в сумке то вы относитесь к восьми наиболее счастливым человеком из ста вот таков наш мир я думаю что об этом иногда надо размышлять особенно когда мы жалуемся ты относишься к 30 процентам человек которым повезло а 70 процентов это те люди у которых этого нет то есть ты где бы ты не находился если у тебя из холодильника водопровод жилье еда одежда то тест относишься к счастливчикам ты 30 процентов а есть люди 70 процентов населения земли которые себе позволить этого не могут к чему рассказывать себе все эти сказки к тому что иногда нужно выгодно выгодно посмотреть на свою планету выгодно посмотреть на свое положение отдел на то где ты находишься и что тебе дано человек всегда устроен таким образом что ему всегда мало и он что всегда жалуется человеку которого лям хочет 2 ляма человеку 2 2 ляма хочет 10 если ты живешь в однушке ты хочешь трешку стремление к лучшему это нормально хорошо и естественно для нас но давай не будем забывать с тобой о том что мы относимся к 30 процентам людей земного шара у которые у которых есть все ну если не все то очень многое у некоторых ли сука нету водопровода они моются в ниле некоторых нет холодильника нет еды я хочу подчеркнуть здесь очень важную деталь хватит сука ныть про то что страна виновата государство виновата хватит ныть про то что вот мы в такой стране живем вот нам так не повезло а я я я бедные несчастные никто тебе не пожалеет потому что большинство людей 70 процентов населения планеты живут пиздец в каких плохих условиях в ужасающих ну выживают ладно нам повезло хватит искать виноватых хватит искать людей которые виноваты в том что у тебя что-то не получается хватит действий дорогой мой большинство из нас живут вот по такому сценарию рождение дерьмо в подгузниках дерьмо в голове дерьмо по жизни смерть ой а все потому что любой человек адаптируется к любому размеру задницы в своей жизни намного быстрее чем гонококи к новым антибиотиком конгруэнтность отличная кунг-фу от всех нежданчиков в жизни которые никто не практикует конгруэнтность это когда ваши поступки соответствуют декларируемым вами целям подписаться на всех фитнес-гуру и жрать сникерсы чтобы мозги заряжать не конгруэнтно рассказывать что у тебя нет времени просматривая новости в соц сетях не конгруэнтно хотеть замуж обсуждая какие мужики козлы на кухне с такими же разведенками пожирая шоколад не конгруэнтно читать форбс смотреть видосы по бизнесу на youtube что хейтить предпринимателей работая на заводе ни разу не бесплатно не конгруэнтно оформлять очередной кредит когда у тебя нет денег не конгруэнтно уловили логику прочитать и согласиться всегда легко сложно остановить данную мастурбацию в реальности наше тело хочет здоровья и красоты ум креативности сердце приключений любви желудок пожрать а эндокринную систему и цнс вообще не поймешь в итоге получается что движение в нашей жизни много мы все что-то делаем но по факту остаемся на месте задайте себе простой вопрос то что я делаю прямо сейчас приближает меня к моей цели или делает меня счастливее если нет бросает она хрен конгруэнтно сть не путай цели и ценность ценность это процесс цель всегда измеримо переводить каждый месяц 20000 рублей маме эта цель ограниченная по времени и обладающие критерием достижимости худеть на 0,5 процента от собственного веса в неделю каждый день гулять один час с ребенком это цели люди которые худеют годами ходят в спортзал и никак не изменяясь бесконечно изучают курсы и тренинги не запуская собственный бизнес счастливчик у тебя есть мобильный телефон у тебя есть возможность получить образование из 80 человек которые будут жить за чертой бедности из них 70 не умеют читать или писать и то и другое большинство не умеет читать и писать ты себе сейчас этого представить не можешь как это я не могу читать или писать я же умею более того если ты сам себя простимулируешь или ты скажем учился когда в школе получал образование школьное ты знаешь мало-мальский там тот же самый английский язык у нас много чего есть того чего мы не цене не нужно ценить простые вещи но это не значит что тебе нужно сидеть на жопе ровно и думать что вау как же мне повезло я счастливый человек то ты этого не делаешь а почему не делаешь потому что не ценишь собственную значимость не ценишь собственные вещи не ценишь того что у тебя есть гораздо проще как я уже говорил ранее забить на себя и сидеть на жопе ровно не не так устроен человеческий мозг в находясь в зоне комфорта либо скажем в зоне стабильности которую ты сам для себя нарисовал человеческий мозг начинает останавливаться то есть деятельность перестает работать на 25 процентов не а ну то есть допустим либо это экономическая сфера либо эта сфера скажем ты живешь в трущобах либо ты находишься на территории войны либо колонии там где зависит именно процесс выживания там мозг начинает работать по-другому именно поэтому люди находящиеся в горячих точках во всех горячих точках там где бедность там где война и голодуха и так далее там люди более прозаичной более живистый я бы сказал более способные поэтому тебе самому придется думать за себя только себе и больше никому другому вот такая вот штука вот такие вот примерно сопоставления диагнозы такие вот решения выдает наша мозговая система мать его нейроны а когда ты попадаешь в зону комфорта либо в зону стабильности мы назовем его так 5 всего лишь 5 процентов функциональности мозга начинают работать то бишь что мы имеем мы имеем да мы имеем допустим не такое хорошее финансовое состояние когда бы хотелось бы но и и связи с тем мы называем эту штуку стабильностью правильно правильно а поскольку это стабильно у нас и всегда в холодильнике вот есть у меня холодильник ура холодильник есть уже какие-то игрушки для детей на магнитиках а у некоторых этого тоже нету холодильнике есть еда сало мясо колбаса сам видишь да то есть я отношусь 30 процентов населения у которых все вот так я думаю у тебя тоже что-то похожее есть может быть он холодильнике еще больше всяких вкусняшек чем моем и как только мы попадаем в холодильник у нас есть туалет у нас есть водопровод водопровод ванна ванне сделан какой-никакой маломальский ремонт все хорошо я всем пользуюсь все прекрасно сразу после этого функционал своего мозга начинает работать не так сильно то есть тебе нужно будет это сделать для того чтобы более-менее развиваться тебе нужно будет поставить себя в некомфортные условия как это сделать да никак ты уже в некомфортных условиях ты умом понимаешь что можно сделать положение своих дел лучше хотя бы на два процента хотя бы на два процента для того чтобы это сделать уже заставить эту ленивую скотину которая находится в той очередной коробке составить работать а как это заставить работам усилием воли все они преследуют ценности но не цели здоровье забота о родителях отношения финансовая независимость это ценности которые нельзя измерить а значит нельзя завершить при этом ты всегда молодец в любом раскладе главное эмоционально декларировать свои цели сать в уши при этом цель скорее всего общение в социуме с общей проблематикой которая тебя принимает увеличение собственной значимости без достижения результатов создание иллюзии развития действий я же делаю и тому подобное ценность это то что они говорят и делают но цели нет ваши поступки и результат это то какие вы есть на самом деле ваши слова и мысли это то какими бы вы хотели быть в реальности они не совпадают в вашей голове это одно и то же хвастаешься перед подругами и коллегами что скоро начнешь новую жизнь присматриваешь себе новое платье на второго размера меньше покупаешь абонемент возможно курс кросса возможно участвуешь в очередном похудательном скоростреле это все никак не приближает тебя к твоей цели надеть старенькие кеды и погулять по парку поделиться вторым куском торта с котом намного эффективнее чем все твои приготовления и потуги и так в любой сфере хочешь денежек и стабильности легко читать книги о том как заработать изучать успешный успех работать зафиксированный оклад участвовать в лотереях ставках надеяться на государство продавать старые вещи копить экономить или разрабатывать бизнес-план маркетинг изучать налогообложение никак не приближает тебя к твоей цели будь аномальным аномальность это некий сдвиг по фазе с полной рассинхронизации с толпой у аномальных людей неординарные аномальные результаты в жизни если они найдут свой вектор развития и научиться выбирать между важно-неважно без самообмана брават и иллюзии развития аномальность это то что идет в разрез со всеми остальными но это не значит против других это значит значительно по-другому мы всегда можем выбирать правила своей игры но не условия мы всегда можем выбирать свои действия но не результаты по любому вектору развития гарантируется только возможность и нам этого более чем достаточно у карла густава юнга есть отличная фраза я то что я с собой сделал они то что со мной случилось кто-то расслабил мозг но напрягает почки печень и прочие аксессуары у аномальных людей мозг всегда сохраняет бдительную эрекцию ибо жизнь с каждым днем все настойчивее предлагает кефир клистир и теплый сортир с полным набором социальных пончиков в виде подачек сейчас не самое подходящее время выбирать минимально достаточный уровень нормы меняя шоколадные конфеты на сосательные в любом случае свои цели ты всегда увидишь через собственные поступки а как тебе еще выйти из зоны комфорта здесь конечно очень хороший способ берешь как многие товарищи и уезжаешь в другую страну польша литва латвия если есть возможность конечно приезжаешь туда имея 5 долларов в кармане и уволе добро пожаловать добро пожаловать в дикие джунгли где тебе придется выживать а тебе придется выживать дружище я думаю ты слышал много историй о том а голливудских актерах и не только бизнесменах и прочих прочих которые скажем приезжали в сша имея там 200 100 500 долларов в кармане и при этом они достигали кстати тот же самый шварценеггер он сделал то же самое он имел там по моему 500 долларов в кармане или меньше это было не суть он приехал с небольшой суммой и у него получилось сейчас сейчас на планете спроси ты хоть в африке хоть в бд лупе хоть на берегу слоновой кости кто такой шварценеггер арнольд и там его будут знать да 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 мы знаем это мистер олимпия актер губернатор терминатор а спроси у них кто такой лукашенко спроси у них кто такой зеленский да не знать не знать знать не знать и не будут знать им неинтересно но все будут знать кто такой шварценеггер реально все все будут знать кто такой тайсон реально все какие бы хреновые блять про них не слагались легенды это сука сверх сильные люди сверх мощные сверх волевые я бы сказал потому что их знают все не факт что тебя будут знать также каких но тебе же это по большому счету не нужно правильно так что не забывай о том что ты относишься к 30 процентам населения планета земля которым необыкновенно повезло это необыкновенное везение газ вода деньги водопровод к сожалению себя приземляет и притупляет создать себе проблемы сам и живи с этими проблемами комфортно создайте ситуацию в которой ты будешь сосуществовать со своими потребностями проблемами которые в итоге дадут себе плоды только так другого варианта нет